В предыдущем видео, посвященном репликации ДНК, мы чуть подробнее рассмотрели, что такое лидирующая и отстающая цепи, и какие, скажем так, действующие лица, ферменты, участвуют в этом процессе. Но я не рассказал, пожалуй, о самом удивительном и невероятном свойстве репликации, о том, с какой скоростью и точностью это всё происходит. Из прошлого видео вы могли понять, что процесс репликации устроен очень сложно. Топа изомераза раскручивает спираль, хиликаза разрывает её. Затем вступает полимераза, которая может двигаться только с 5 штрих конца в сторону 3 штрих конца. Для начала работы ей требуется праймер, после чего она принимается присоединять нуклеотиды. На отстающей цепи приходится синтезировать праймеры сразу же за хиликазой и достраивать цепочку от 5 штрих до 3 штрих, но уже в обратном направлении, фрагментами оказаки. При этом молекулы не умеют думать, это не компьютеры, они не знают и не понимают, что им нужно делать и куда двигаться. Это всё чистая химия. Они просто сталкиваются друг с другом и вступают в различные реакции, результатом чего и является этот удивительный процесс. Но то, что я вам сейчас расскажу, поразит вас ещё сильнее. Репликация ДНК происходит с огромной скоростью. Например, учёные выяснили, что у кишечной палочки ДНК полимераза присоединяет нуклеотиды со скоростью порядка тысячи штук в секунду. Если мне не изменяет память, точнее около 700 с лишним пар в секунду. Давайте запишем, потому что это невероятный факт. Он даёт вам представление о том, как удивительно устроены механизмы в клетках вашего организма. Этот показатель может меняться, репликация может ускоряться и замедляться. Но в среднем полимераза работает со скоростью 700 с лишним пар азотистых оснований в секунду. С точки зрения нашего восприятия мира, она несётся с огромной скоростью. Для нас секунда – это очень короткий промежуток времени, но молекулы успевают невероятное количество раз столкнуться, вступить в реакцию и выполнить свою работу. А дальше вы можете подумать, что раз репликация происходит с такой молниеносной скоростью, то наверняка в процессе происходит множество ошибок. А раз репликация протекает с ошибками, то для биологии это не очень хорошо, поскольку ДНК реплицируется на протяжении всей нашей жизни. И в какой-то момент количество накопившихся ошибок станет критичным, и клетки просто-напросто перестанут функционировать. Но, к счастью для нас, репликация – удивительно точный процесс. Даже после первого прохода полимеразы мы наблюдаем в среднем одну ошибку на 10 в седьмой степени случаев. Давайте запишем, поскольку это тоже невероятно. Мы получаем в среднем один ошибочный нуклеотид из 10 миллионов. Точность кажется достаточной, но с другой стороны, в нашем ДНК миллиарды нуклеотидов. И в таком масштабе количество ошибок уже может оказаться значительным. Но затем запускается процесс обнаружения ошибок и исправления их, в результате чего их остается всего лишь 1 на 10 в девятой степени нуклеотидов. Итак, представьте, репликация протекает с невероятно огромной скоростью – свыше 700 пар в секунду, почти 1000. И при этом после всех проверок ошибки встречаются всего лишь в одном случае на миллиард нуклеотидов. То есть это невероятная скорость и невероятная точность. Надеюсь, вы оценили, насколько удивительная магия происходит в вашем организме. Взгляните на свою руку и подумайте, сколько в ней клеток. И представьте, что репликация ДНК протекает практически во всех клетках вашего организма прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеемся, что вам понравилось. Поддержите наш проект подпиской и посмотрите остальные видео из этой темы.